Тема 13. Внешняя политика Российской империи в первой четверти XIX века. Параграф 1. Основные задачи. В начале XIX века перед российским государством стояли обширные и многоплановые задачи на западе, востоке и севере страны. Они включали как защиту собственных границ, так и расширение территории в соответствии с геополитическими интересами России. Россия по-прежнему принимала активное участие в европейских делах. На этом направлении ее интересы сталкивались с наполеоновской Францией, стремившейся к установлению европейской гегемонии и с этой целью ведшей непрерывные войны. На востоке Россия имела сложные взаимоотношения с Османской империей и с Ираном. Турция не могла примириться с русскими завоеваниями конца XVIII века. Иран претендовал на Закавказье, где с начала XIX века укрепились позиции России. На севере и так сложные взаимоотношения со Швецией усугублялись борьбой за господство над Финляндией. Параграф 2. Перемена внешнеполитического курса. Антифранцузские коалиции. Изменения внешнеполитического курса были вызваны событиями внутри России. Приход к власти Александра I вызвал перемены в российской дипломатии. Были урегулированы отношения с Англией, остановлена отправка донских казаков в Индию. Тем не менее, сближение с Англией не означало разрыва с Францией. Россия пыталась лавировать между интересами Англии и Франции, проводя политику умиротворения Наполеона. Однако агрессивные действия Франции на европейском континенте и казнь герцога Энгиенского привели к сближению России и Англии, а затем к созданию антифранцузской коалиции в составе Австрии, Англии, Швеции, России и Неаполитанского королевства. Военная кампания 1805-1806 годов складывалась неудачно для союзников и закончилась фридландским поражением, вынудившим Александра I подписать мирный договор с Наполеоном в Тильзите в 1807 году. По условиям Тильзитского мира у границ России из польских владений, вошедших после разделов Польши в состав Пруссии, образовывалось самостоятельное герцогство Варшавское, попадавшее под влияние Франции. Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, что отрицательно сказывалось на ее экономике, так как Англия была главным торговым партнером России. Если в вопросах европейской политики Александру I пришлось уступить французской стороне, то в отношении восточных позиций России царь был непреклонен. Желание Наполеона осуществить поход на английские колонии в Индии вместе с Россией откладывались до неопределенных времен к великому неудовольствию французского императора. Несогласие по многим ключевым вопросам неминуемо вело к будущему противостоянию. Это понимали обе стороны. Используя ситуацию, сложившуюся после Тильзита, Александр I начал войну со Швецией, фактически за обладание Финляндии 1808-1809 годы. Финские земли имели важное стратегическое значение, так как могли стать оборонительным редутом в обороне столицы Российской империи. Военные операции русских войск были столь стремительны и успешны, что к 1809 году были перенесены на территорию Швеции. Под влиянием военных неудач в Швеции произошел государственный переворот. Король Густав IV был свергнут, а новый король Карл XIII предложил России мир. По Фридрихсгамскому мирному договору Швеция признавала вхождение Финляндии в состав Российской империи. До 1809 года финские земли находились в составе шведского государства и не имели никакого государственного статуса, кроме как территории Швеции. Еще до подписания мира в марте 1809 года все сословия Финляндии приняли присягу на верность Александру I, обещавшему сохранить шведскую конституцию для финнов и свободу вероисповедания. Упомянутая война принесла России успех не только военный, но и стратегический. Во-первых, Россия взяла под контроль финские и ботнические заливы. Во-вторых, потеряв треть своей территории и четверть населения вместе с потерей Финляндии, Швеция отныне отказалась от идеи вооруженного противостояния с Россией и заняла позицию нейтралитета, которую и занимает это государство на протяжении двух последних столетий. Параграф третий. Отношения с Ираном и Турцией. Несмотря на осторожность политики Александра I на Кавказе, стратегические задачи по владению этим важным регионом решались в пользу России. Царь Восточной Грузии Георгий XII в 1801 году отрекся от престола в пользу русского императора, что фактически означало добровольное присоединение. Под власть сильного северного соседа стали переходить азербайджанские ханства. Это привело в 1804 году к началу военных действий с Персией. Победы русского оружия, разгром 30-тысячной персидской армии Аббас Мерзы при Асландузе и взятие Ленкарани в 1812 году вынудили Персию пойти на заключение мира. По условиям Гюлистанского мирного договора 1813 год в состав России входили Грузия и Азербайджан. Россия получала исключительное право иметь флот на Каспии. Активизация русских на Кавказе не могла не беспокоить Османскую империю. К началу XIX века блеск порты заметно потускнел, и ее действия во многом зависели от ситуации в Европе. Ведение России войны и с Францией, и с Персией предопределило в 1806 году вступление Турции в военный конфликт. Из-за недостатка средств и необходимости ведения военных действий на три фронта война России с Турцией приобрела затяжной характер. Однако победы на суше и на море, разгром адмиралом Синявином турецкого флота в Дарданельском и Афонском сражениях в 1807 году, а также уничтожение Кутузовым отборной турецкой армии у Рущука, способствовали заключению выгодного для России бухарестского мира в 1812 году. По условиям этого договора к России отходили Бессарабия, ряд территорий в Закавказье, подтверждались привилегии Молдавии, Валахии, Сербии, а также права России на покровительство христианским народам Турции. Успешное завершение русско-турецкой войны дало возможность перевести часть войск на главное западное направление. Параграф 4. Отечественная война 1812 года. Отечественная война 1812 года стала одним из значимых событий в истории не только России, но и Европы. Ее предпосылки связаны со стремлением Наполеона к европейской и мировой гегемонии. Россия, несмотря на союзный Тильзитский договор, продолжала проводить самостоятельную внешнюю политику, втайне противодействуя дальнейшему расширению наполеоновской агрессии. Помыслы Наполеона, несмотря на морские поражения от Англии, влекли его в Индию, и путь туда мог пролегать теперь только через Россию. Однако в Петербурге не спешили втягиваться в индийскую авантюру. Российская экономика и особенно внешняя торговля страдали от участия в континентальной блокаде Англии, что вынуждало Россию постоянно нарушать ее. К внешним причинам добавлялись неудачное сватовство Наполеона к сестре Александра I Анне Павловне, а также захват владений родственника Романовых, герцога Ольденбургского. С 1810 года неизбежность военного конфликта стала очевидной. Наполеон вел союзнические переговоры с Австрией, Пруссией, тем самым отрезая им пути к союзу с Россией. Франция наводнила герцогство Варшавской своими войсками, создавала там военные склады и магазины. Кроме того, Наполеон пытался подорвать финансовое положение России, вбрасывая на ее территорию фальшивые рублевые банкноты. В свою очередь, русское правительство спешило с проведением военных реформ, укрепляло артиллерию, увеличивало численность войск в западных губерниях. 12 июня 1812 года 600-тысячная французская армия, перейдя Неман, вторглась в Россию. Для русского народа война была освободительной. В связи с тем, что в войне против Наполеона приняли участие не только кадровые армии, но и широкие народные массы, ополчения, партизаны, она получила название отечественной. Стратегический план Наполеона заключался в том, чтобы разгромить основные силы русских по частям, не дав соединиться армиям под командованием Барклая-де-Толли и Багратиона, овладеть Москвой и продиктовать России условия капитуляции. В планы русских входили прикрытие дороги на Петербург и оборона подходов к Москве. Армия под командованием Тормасова предназначалась для страховки от возможного нападения со стороны Турции или Австрии. Поскольку Наполеон продолжал двигаться к Москве, главной задачей стало соединить армии Барклая-де-Толли и Багратиона, что и произошло 22 июля 1812 года под Смоленском. Именно там французские войска впервые понесли ощутимые потери. Все переговоры о возможном перемирии Наполеон резко отклонял. Между тем французы продвигались далее к древней столице России. В этой критической ситуации армию мог возглавить только человек, который обладал полководческим талантом и пользовался безграничным доверием и уважением армии и народа. Таким человеком был Кутузов. 8 августа Александр I назначил его главнокомандующим русской армии. Учитывая настроение армии и общественности, Кутузов решил дать противнику генеральное сражение, которое произошло 26 августа 1812 года в 100 километрах от Москвы у села Бородино. Потери с обеих сторон были колоссальными. 44 тысячи у русских и около 50 тысяч у французов. Однако Бородинское сражение явилось морально-политической победой русской армии. Сам Наполеон позднее признавал «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали себе право быть непобедимыми». Параграф пятый. Разгром наполеоновской армии. На военном совете в Филях 1 сентября 1812 года в целях сохранения армии было решено оставить Москву. После вступления Наполеона в Москву в городе начались пожары. В огне погибло более половины всех городских зданий. Русская армия тем временем расположилась лагерем у села Тарутино, закрыв французам путь в богатые южные губернии и одновременно создав благоприятные условия для пополнения армии резервами и подготовки ее к дальнейшему ведению войны. В этот период широко развернулось партизанское движение. Боеспособность французской армии неуклонно падала. Она несла большие потери и морально разлагалась. Попытки Наполеона заключить мир были отклонены Александром Первым. 7 октября 1812 года Наполеон покинул Москву и попытался прорваться на юг, к Калуге, где находились продовольственные склады русской армии. Однако в ожесточенном сражении под Малоярославцем французы были остановлены и повернули на разоренную ими же Смоленскую дорогу, надеясь перезимовать в Смоленске. Однако русские войска настолько эффективно преследовали неприятеля, что после сражений под Вязьмой и Красным его отступление превратилось в бегство. В бою у переправы через Березину французы понесли огромные потери. Пределы России покинули лишь 30 тысяч солдат-неприятеля. 25 декабря 1812 года Александр I издал манифест об окончании Отечественной войны. Параграф 6. Заграничный поход русской армии. 1813-1814 годы. После поражения Наполеона в России ряды антифранцузской коалиции стали быстро расширяться. Россия, Пруссия, Австрия, Швеция, Англия. Однако военной основой коалиции по-прежнему оставалась Россия. Необходимость продолжения военных действий диктовалась желанием европейских держав, по крайней мере, уменьшить сильно возросшие за последние десятилетия влияние Франции и установить баланс сил в Европе. Время гегемонии Наполеона заканчивалось, но он был еще силен. Решающее сражение компании 1813 года произошло под Лейпцигом. В битве народов Наполеон потерпел сокрушительные поражения. Потери его армии составили 65 тысяч человек. Союзники по антинаполеоновской коалиции потеряли 60 тысяч человек. Итогом сражения стал выход союзных войск на Рейн границам Франции, а в марте 1914 года был захвачен Париж. В соответствии с мирным договором, подписанным 18 марта 1814 года, Наполеон был отправлен в ссылку на остров Эльба. Франция возвращалась к границам 1793 года. Восстанавливалась королевская династия Бурбонов. Новый король Людовик XVIII вынужден был по настоянию союзников даровать народу Франции либеральную конституцию. Параграф 7. Венский конгресс. Образование Священного Союза. Итоги наполеоновских войн подвел Венский конгресс 1814-1815 годы. По существу, великие европейские державы решали на нем вопрос о европейском балансе сил, о планах послевоенного устройства мира. Обсуждение было долгим и непростым. Даже известие о бегстве Наполеона с острова Эльбы и временной захват им власти во Франции не прервало конгресс. После поражения Наполеона при Ватерлоу 6 июня 1815 года и высылки его на остров Святой Елены переговаривающиеся стороны убедились в необходимости выработать единые правила жизни в Европе. В июне 1815 года был подписан заключительный акт Венского конгресса. Австрия укрепила свои позиции в Италии, Пруссия в Германии, Англия увеличила колонии, Россия получила большую часть Польши, которая стала называться царством польским. Франция была вынуждена вернуться в свои старые границы. После Венского конгресса в Европе наступил самый продолжительный период мира за всю ее историю. Мир в Европе мог быть прерван или значительным ростом влияния какой-либо из держав или развалом третьей страны, которая могла бы стать камнем преткновений между великими государствами. И еще одна причина могла пошатнуть налаженное спокойствие на континенте – революция. Именно этот аспект стал причиной объединения в сентябре 1815 года России, Австрии и Пруссии в Священном Союзе. Инициатором создания Союза выступил Александр I. Его главная цель заключалась в консолидации монархических сил и противодействии возможным революциям. Впервые в современной истории европейские державы приняли на себя общую миссию. Договоренности, достигнутые в Вене, а также в создании Священного Союза, вошли в историю под названием Венской системы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...